Кабина от самолёта, педали от тренажёра и музыка от Битлз. В Рязани получили патент на новый вид веломобиля. Создатели необычного транспортного средства ждут начала серийного производства и постоянно дорабатывают свою конструкцию. А пока в металле воплощены лишь несколько опытных образцов. Моя коллега испытала один из них. Вот говорят, ни к чему изобретать велосипед. Всё уже давным-давно придумано. Может быть, изобретать-то и ни к чему, но вот в 21 веке этот двухколёсный транспорт явно требует апгрейда. Вот и решили рязанские умельцы его усовершенствовать. И появился веломобиль. На первый взгляд весьма нелепый, но, как утверждают разработчики, полезный для человека. Веломобиль появился на свет пять лет назад. Вот в этом гараже идея создать столь необычный транспорт родилась у Владимира Гузюкина. Мол, неплохо было бы изобрести гибрид автомобиля и велосипеда, чтобы управлять им не вращая педали, а нажимая на них. А натолкнули его на эти мысли обычный тренажёр-степпер и, как ни странно, знаменитая ливерпульская четвёрка. Мне очень нравится музыка «Битлз», и обычно занимался под эту музыку. И там есть такая песня «Baby, you can drive my car», там связана с тем, что ведёшь машину. Ну и у меня сразу ассоциации с тем, что степпер, поставить бы ещё колёса и поехать. Чтобы уплатить свои идеи в жизнь, Владимир обратился к людям опытным, к преподавателям одного из рязанских вузов. Помогать делись Сергей Пашуков и Александр Ермолов. А декор подбирали в Московском авиационном институте. Вот почему эта обтекаемая кабина так напоминает самолёт. Ноу-хау уже оценили медики, и все сошлись во мнении. Веломобиль действительно полезен для здоровья. Так что главные потенциальные покупатели такой техники – медицинские центры и санатории. Мы надеемся, что этот веломобиль будет транспортом будущего. Потому что человек сейчас очень мало движется. Он должен в день проходить 10 километров. Сегодня веломобиль в Рязани будто местная достопримечательность. Водители вежливо уступают дорогу, а прохожие глаз отвезти не могут. Ажиотаж. Остановился джип. Остановился и показывает. Проезжай. А сам едет сзади и смотрит. Даже сотрудники ГИБДД в изумлении останавливаются. Но не для того, чтобы спросить документики у водителя необычного транспорта. А чтобы просто сфотографироваться, да и к просьбам разрешить прокатиться, хозяин веломобиля уже привык, никому не отказывает. Впрочем, не всем педали поддаются с первого раза. Ой! Сразу не получается, понял? Разработчики сконструировали уже три опытных образца. Получили патент на уникальный привод. Но пока на этом все и закончилось. Создатели веломобиля утверждают, что в силах даже запустить серийное производство. Дело за малым. Найти партнеров. Вот мы сделали опытный образец. Нам нужно сделать серию. А для серии в Рязани, в Рязанской области, нет предприятия, которое бы взялось за это. А пока разработчики трудятся над чертежами и доводят веломобиль до ума. В будущем, говорят, кабины изменятся, появится задний ход, механизм переключения передач и даже дворники, которые будут работать без электричества во время движения. И, кстати, на эту идею создатели веломобиля намерены получить еще один патент. Анастасия Щапова, Денис Демешин для программы Вести Транспорт.